Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в Киеве две девушки, которых зовут Алина Чичина и Александра Жаркова. Они являются соосновательницами и руководительницами агентства Setters. Есть еще один тайный человек, которого сегодня нет. Агентство Setters, насколько я понимаю, занимается в первую очередь продвижением брендов в соцсетях. Ребята стали знаменитыми благодаря питерской пышечной. Поэтому можете для начала просто рассказать для меня и для наших подписчиков, кто вы, как вы до этой жизни докатились, а потом уже пойдем в более конкретные вещи. Могу я начать? Давай. Да, ну собственно, что такое Setters? Setters на сегодняшний день это коммуникационное агентство, входящее в топ-30 агентств России. Мы занимаемся введением коммерческих соцсетей на аутсорсе. И не только. То есть мы занимаемся всем диджиталом, продвижением, спецпроектами, продакшеном и так далее. Как мы до такого докатились? Скоро уже будет три года. Два с половиной года катимся. Да, два с половиной года катимся. Все началось с того, что я переехала в Петербург из Краснодара. Меня пригласили работать. Там мы познакомились с Алиной. Мы с ней работали штатными смс-специалистами в штате ритейл, такой крупной компании в Петербурге. Вот, собственно, занимались всем тем, чем занимается наша компания сейчас. Но только, конечно, на супер каком-то базовом, таком примитивном, наверное, уровне. Но это было все суперинтересно и очень классно. И в какой-то момент мы поняли, что очень скучно работать всегда над одним проектом. Ты все равно рано или поздно исчерпываешь себя, у тебя заканчивается фантазия, идеи, какие-то штуки. И как было бы круто, наверное, заниматься сразу несколькими проектами. Ну, то есть, по-стабильности. Можно я сразу буду чуть-чуть перебивать? Правильно ли я понимаю? Да. Потому что вот с каких-то позиций, которые... Вот работа SMM-менеджером в ритейле – это такой символ падения. То есть, это, наверное, худшая работа, которую можно придумать в маркетинге. Или это не так? Почему? Ну, потому что это действительно то, о чем вы говорите. Каждый день одно и то же. Плюс это микрозадачи, что тебе нужно написать пост и так далее. Ну, это, наверное, стереотипы. Я бы все-таки назвала, потому что, да, это непростая работа, но она очень важная. И действительно, даже, ну, наши кейсы, вот, нашего агентства показывают, что социальные сети – это то, зачем сейчас будущее. И если, как бы, вы не здесь, то вы немножко за буйками, да, происходящего. Потому что тут можно фактически менять, адаптировать бренд прямо здесь и сейчас под потребности аудитории, да. Причем никакой бы это ни была под потребности целевой аудитории бренда. Окей. Вернемся в ваш ритейл в момент, когда вы решили создать... Ой, сейчас плакать начнем. Создать свое агентство. Появилась идея, обсуждали ее с Алиной, держали ее в голове, но двум деятельным женщинам всегда нужен мужчина. Он появился, собственно, и я просто помню, как прекрасным летним днем мы просто сели в Питере в кафешке и поняли, что, ребят, давайте пробовать. Да, давайте пробовать. Начальный капитал был? Нет, 0 рублей, 0 копеек. Я думаю, мы заплатили за то, чтобы у нас сеттерсайт появился. Тысяча рублей. Тысяча рублей. Извините, как бы. Ну, это как бы так. Ну, все-таки начальный бюджет был 0 рублей, 0 копеек. Нас было трое. У нас не было сотрудников, у нас не было офисов, у нас не было ничего. Мы с Алиной выполняли роль фотографов, дизайнеров, копирайтеров, стилистов и так далее. А Женя у нас все-таки был, был, есть и будет, человек, который отвечает за всю юридическо-финансовую, стратегическую часть. Потом, я помню, наверное, таким поворотным моментом стало то, что мы втроем сели в офисе. Ну, то есть, мы все-таки, когда мы уже сняли офис, мы все равно продолжали с Алиной что-то там на съемки ездить, что-то выдумывать. Какие-то такие все равно. Ну, было страшно делегировать, на самом деле. Да, да. Когда ты сам делаешь, тебе кажется, что никто другой не сможет так сделать, и нам действительно было страшно отдать. И вот это был тоже переломный такой важный момент, понять, что нет, стоп, мы не будем развиваться, если мы будем продолжать вот этим сниматься. То есть, нам нужно реально брать людей еще и еще. Там появились графические дизайнеры, появился, в конце концов, там, копирайтер, сильно расширился штат фотографов, и вот так потихонечку. Штатных. У нас одно из основных отличий, и я считаю, наша сильная сторона по сравнению с другими агентствами, у нас 98% всего, что мы делаем, это происходит in-house. Хорошо, девчонки, давайте про кейсы поговорим все-таки. Про кейсы. Пышечная. Блин, а прикиньте, если по пышечным был инстаграм. Да, да. О, и понеслось, типа. Ну, условно, и понеслось, да. И тогда, как раз, я считаю, что это был дебют отдела продакшена, в принципе, такой масштабный. Ну, во-первых, хотим сказать, что та пышечная, которую вы видели сейчас, это, наверное, получилось там с третьего-четвертого захода. Пышечная не в курсе была? Нет, конечно. То есть вы просто себе сделали? Да. Ну, смотрите, тут как бы несколько было составляющих того, почему выстрелило, почему было круто. Потому что, во-первых, ну, такой контент для коммерческих аккаунтов никто на тот момент не делал. Такого качества? Ну, такого качества. И формата. Да, и формата, и вообще вот этой всей истории. Во-вторых, мы не сказали, что такие из нашего агента. Да, то есть просто появился аккаунт пышечный, где совершенно скандальные фотографии. С еще более скандальными текстами. С еще более, да, скандальными, неоднозначными текстами. Ну, и, конечно, был бюджет на промо. То есть мы промотировали эти посты. Сколько вы вложили? Ну, рекламные бюджеты были немаленькие. И, во-первых, я еще раз повторю, что это внутренний кейс агентства. То есть все средства, вложенные в этот проект, это средства в наших внутренних, наши от всех. Да. Ну, то есть умарно это там какие-то тысячи долларов. Да. Не десятки, скажем. Не десятки. Ну, и не сотни. Не сотни. Окей. То есть от 5 до 10 тысяч долларов. И так, друзья, проект пышечный стоил 7500. Стоп, это про рекламный бюджет, я думаю, мы с вами говорим. Конечно. Сама пышечная стоила, конечно, больше 10 тысяч. Деньги, 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 деньги. Нет. С точки зрения бизнеса, что это дало, что изменилось? Да, охренеть, что дало. Это дало 150 входящих брифов в день. А сколько вы выросли вот с июля, например? Полтора в два раза. Количество людей, оборотов. Да, новые услуги. Да, да, да. Хорошо, пышечную выбрасываем. Можно еще один тогда момент про пышечную? Мне кажется, мы, в принципе, немножко изменили отношение брендов к социальным сетям, отношение СММ-специалистов к своей работе. Задали планку? Да, то есть вот какую-то задали, наверное, общепринятую планку, до которой все стали расти, тянуться, перевыполнять. И это, наверное, самое крутое, что нам удалось сделать. А кроме киевской перепечки, самого бессмысленного, бездумного? Ой, нет, знаете, какой самый бессмысленный? Какие были еще подражатели? Нет, перепечка еще старалась, скажу я вам. А самый жесткий кейс – это вода, знаете? Какая-то детская вода. Славная в Белоруссии. Это белорусский кейс. Вода, питьевая, славная. Агентство, не помню, как называется, но это все в свободном доступе. Да, да, да. И там был просто супер трэш. То вот их кейс у меня как раз-таки под заголовком «Каким смм быть не должен». Кроме пышечной, еще какие-нибудь два супер кейса, которыми вы гордитесь? Два супер кейса «Мегафон». У «Мегафона» когда в сентябре или в октябре был полностью такой большой мощный ребрендинг, как онлайн, так и оффлайн. И, соответственно, мы были первыми, кто сделал им ребрендинг в социальных сетях, в частности, на площадке Instagram. То есть они решили сделать не просто «у нас ребрендинг», они решили запустить проект «12». Это проект о том, что Instagram – площадка свободная для самовыражений и так далее. Все мы здесь творцы и художники. Типа каждый месяц какая-то творческая группа будет вести Instagram «Мегафона». И мы стали вот этой первой творческой группой, которая, во-первых, красиво зашла и сказала, теперь социальные сети «Мегафона» выглядят по-другому и будут выглядеть по-другому. Ну, это было круто. И на момент нашей с ними работы там были вообще совершенно потрясающие какие-то охваты, приросты. Вовлеченность. Вовлеченность. То есть на самом деле очень приятно. Ну, все равно мы следим за этим проектом до сих пор. И там действительно каждый месяц меняется творческая команда. И так приятно, что на каких-то постах все равно есть комментарии типа «А вот у Сеттер съемка была все-таки круче!» Ну, это у нас просто лояльная аудитория. Да-да-да. Но это наша лояльная аудитория. Мы всем супер благодарны и нам безумно приятно. Третье… Ну, не знаю, мне кажется, что «In Hype» было круто. Наверное, «In Hype» и «CDM», я бы сказала. Потому что «In Hype» – это… Это проект Насти Решетовой в Москве. Она открывала свой бьюти-салон красоты. И большое масштабное бьюти-пространство. И привлекли нас на начальном этапе, да, параллельно с открытием этого пространства. Мы делали им большой, в принципе, контент-стратегию. Проводили, ну, наверное, самый сложный и самый мощный продакшн, да, который был. Он длился там три дня и три ночи. Мы привлекли топовых мировых визажистов, стилистов. Моделей совершенно разными. Ну, это было действительно очень сложно. Было очень много сложно реализуемых идей. Получился, ну, на мой вкус, действительно уникальный, очень интересный контент, вот, который, в принципе, стал, опять же, дал старт всему этому проекту. Благодаря качеству продакшна, в первую очередь. Да, ну, это просто, это нереальное качество продакшна. Вот, и, наверное, еще один проект, который мы считаем одним из своих лучших, больших. И я считаю, он очень помог нам, мы очень помогли ему. Это вот как раз-таки центральный детский магазин. Это, во-первых, наверное, наш первый официально выигранный тендер, крупный. И тогда мы все просто плакали и обнимались, такие, класс, мы выиграли, что делать? Работаем. Вот, но на самом деле так, мне кажется, совершенно у всех агентств и не бывает роста без переламывания себя. Без момента, что делать. Без момента, что делать, как мы будем вообще с этим работать. И мы справились, и справляемся до сих пор. Там, переподписываем контракт уже на второй год сотрудничества. И в чем был переломный момент? Здесь, наверное, вот такая была суперинтересная и крутая многозадачность. Другие бюджеты, другие форматы. Огромный пул работ. Огромный пул работ, работа, там, порядка 700 арендаторов. И то есть, как бы, ну, получается, наша задача уложить инфоповоды, там, от сотни арендаторов в одном аккаунте. При этом, чтобы он был не рекламно продающий, купи-купи-продай, а как бы вообще, в принципе, работал на лояльность. Хорошо. Вопрос такой, если я возьму сейчас, я знаю, что это там самый дебильный вопрос. Формулы успеха СМО. Есть, например, 100% ингредиентов. Я понимаю, что там очень большой кусок, это действительно не жадничать в качестве производства самого контента. То есть, качество просто экзекьюшена. Там фото, видео, текстов, там, иллюстраций, чего угодно. Правильно я понимаю? Правильный органический, сочетание органического какого-то промо с платным промо. Правильно я понимаю? Так, хорошо, я что-то воровил. Класс, такая формула, пошла. Дальше, таргетирование. Да, конечно, сейчас без этого. Что еще? То есть, наверное, вот все, что вы перечислили, плюс, не люблю слово креативность, но вот, наверное, какая-то идейность. Открытость. Открытость, да. Надо не бояться пробовать, тестировать новые заходы, да, постоянно появляются новые инструменты. Их все нужно все время. Ну, вы откуда о них узнаете? Ну, мы же этим занимаемся. Я понимаю, но тем не менее. Следим, чекаем. У нас куча, не знаю, там, телеграм-каналов, внутренний, ну, как мы общаемся с огромным количеством наших коллег, да, из других агентств, из других компаний. Мы понимаем зарубежный кейс, зарубежный опыт, мы понимаем, что уже вышло там, что еще не дошло до нас, значит, скоро должно дойти до нас. Ну, то есть, мы всегда, в самом деле, ну, одно тоже из наших таких негласных правил, когда появляется новый формат, мы сразу же начинаем думать, как его можно использовать для клиента, да, то есть, что мы можем с этим сделать. И действительно, когда те же самые сториз появились, там, половину людей еще не поняли, что там вообще нужно, где эта коробка, да, мы уже поняли, что там можно, я не знаю, взаимодействовать с блогерами, устраивать челленджи, что-то как-то придумывать, крутить, вертеть и делать там вообще отдельный контент, отдельные спецпроекты и не трогать основной аккаунт. Ну, какие-то вот такие вещи, и когда реально, ну, компания начинает действовать мобильно, использует это, то, здесь, тут, так, 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 и везде это делает неоднообразно и задействует таким образом, да, разные какие-то потребности аудитории, вот тогда это круто получается. Хорошо, девчонки, последнее, если вы хотели бы что-то сказать. Вот я бы очень хотела в этом году провести две лекции, одна лекция была бы с аудиторией только владельцев бизнеса, которые нанимают СММ-специалистов, а вторая лекция была бы с СММ-щиками, которых нанимают, я бы прям бы очень хотела с ними поговорить и расставить в головах все по полочкам, ответить на их вопросы и объяснить вообще, зачем они в этой компании, а владельцам объяснить, зачем они этих людей нанимают и что с них нужно требовать. У нас владельцы, в этой камере, да, то есть, здесь у нас сидят владельцы, можете, пожалуйста, им сказать, 5 главных вещей, которые вы хотели, вы можете даже обращаться, допустим, их зовут Сережа, Сергей, СММ не панацея, это не панацея, и как бы осознайте, да, собственный бизнес, это вот азы такие, киты, осознали, круто, двигаемся дальше, дальше, чего мы вообще хотим, что нам нужно, от СММ. Какие у нас задачи от СММ? А какие бывают задачи? Допустим, я знаю. Есть три основных задачи, это бренд Авернесс, экшн и саппорт. В идеале СММ решает все три этих цели и задачи, но какая-то из них все равно в приоритете. Ну, как показывает практика, у супер крупных брендов, да, и компаний все-таки в приоритете в социальных сетях все-таки повышение Авернесс и плюс саппорт, экшн все-таки на там третьей позиции. Дальше мое любимое еще, вот когда Сергей ко мне подходит перед лекцией и говорит, Алина, у меня завод танки производит, я создал страницу в Инстаграме, типа, что будем делать? Вот понимание того, какой канал нужен, какая площадка, да, социальных сетей много и везде сидит разная немножко аудитория. Очень часто люди не понимают, куда им нужно, в какую социальную сеть заходить, и тогда получается, что бетонные заводы у нас создают контент в Инстаграме, хотя мы там вообще не то, вообще не сюда. Сергей, Инстаграм не панацея, да, да, типа, выбирайте, как бы, социальную сеть, куда нам нужно. Вот, как бы ты обозначил цели, и тут же сравнить, пожалуйста, со своими ресурсами. Класс, я хочу уникальный охват 10 миллионов пользователей, у меня есть на это 30 тысяч рублей. Ну, нет. Нет, Сергей. Нет, Сергей, так нельзя, нужно деньги вкладывать. Итак, друзья, спасибо, с нами были девушки из агентства Сеттерс. Переписываем.